Не секрет, что среди всех методов анализа данных вторыми по популярности являются методы поиска парной связи. На первом месте описательная статистика, на втором – поиск парной связи. Среди всех методов поиска парной связи самыми популярными, пожалуй, выступают коэффициенты ранговой корреляции Спирмана и Кэндала, а также коэффициент корреляции Пирсона. Коэффициент корреляции Пирсона занимает, пожалуй, самое важное место среди названных коэффициентов, поскольку лежит в основе расчета коэффициентов линейной регрессии. В свою очередь, линейная регрессия – это базовый, ключевой, основополагающий метод поиска трендов и построения прогнозов. Кроме того, линейная регрессия лежит в основе очень многих более сложных методов, скажем, самого популярного метода факторизации метода главных компонентов. Таким образом, коэффициент корреляции Пирсона – это такой базовый, основополагающий, ключевой метод, давно разработанный, хорошо изученный. Известно, что он меряет линейную связь, изменяется от минус одного до плюс одного. В минусе мы имеем значение, отражающее отрицательную связь, то есть с ростом значения одной переменной падают значения другой переменной. Положительные значения отвечают положительной связи с ростом значения одной переменной, растут значения другой переменной. Связь линейная Переменные должны принадлежать к интервальному типу или выше Исходно предполагалось, что переменные должны быть нормально распределены Но затем это требование было смягчено до требования симметричности распределения переменных Относительно соответствующих средних арифметических значений Казалось бы, что еще сказать про коэффициент корреляции Пирсона В этом видео мы покажем, что существуют ситуации Неописанные в литературе, не подпадающие под ограничение коэффициента корреляции Пирсона И в этих ситуациях данный коэффициент работает очень странным образом Результаты его применения рассогласуются со здравым смыслом и с закономерностями, заложенными в данных